Так, ну что, ребят, всем привет! Как вы наблюдаете, у нас ролик по поводу рипла и уже два федеральных судьи отклонили решение рипла, что же это значит. Но по факту, я считаю, нихера это не значит, по большому счету, это значит, что резина будет затянута. Ну и по сути, естественно, у нас заявили, что юрист у нас Coinbase, это действительно плохой подход. Ни один настоящий юрист не примет решение по тому делу, что по сути было ходатайством, отклонение дела не применит его к решению. Ну и по сути, Билл Морган, еще один юрист, выступающий за XRP, на прямую я спорил интерпретацию Гаспарина, попросив дать явные ссылки, которые поддержали бы заявление о судебном скептицизме по отношению к решению судей Торрес. Ну и по факту, как вы понимаете, они высовернивают аргументы на решение по делу сегпути в рипл и не говорите о двух ходатайствах об отклонении. Да, ну и учитывая характер таких ходатайств по сравнению с решением, вынесем в упрощенном порядке. Далее у нас годовая доходность XRP превосходит годовую доходность в банковских кладах. Ну это уже смешно, на самом деле, вот уже банковский вклад, там потолок 20%, и то это в лучшем случае, и то это слишком завышенные проценты, в лучшем случае это 5-10% в реальной оценке. Да, и то как бы это по сути не покрывает инфляцию, потому что, как вы знаете, в СНГ она куда может быть повыше. Да, и по сути XRP превосходит приложение банковских сберегательных счетов, ну и, как вы наблюдаете, он вырос до 93 центов, нам сказали, ну и вот там собирались же ввести автоматический маркетмейкер. Ну и на данном этапе у нас традиционная ставка по вкладу, да, годовая, доллар США 0.01, 0.25. Ну это вообще какие-то смешные цифры, на самом деле. Есть, конечно же, банки, там, Сидбанк, Capital One, 5.35, но это все равно смешно, потому что на данном этапе примерно такая же инфляция в США, да. И в конечном счете исследователь привел аналогию, чтобы показать, что XRP в настоящее время может составить, отставать, вернее, от остального рынка крипты, но представляет собой хороший холдинг, чем просто хранение наличных денег на сберегательных счетах. Ну на самом деле, доллар холдить никто не отменял, и это не является ошибкой, как по мне. Далее у нас новости искусственного интеллекта. Китай догоняет у нас американских технологических гигантов на рынке искусственного интеллекта. Ну и по сути, как у нас вы наблюдаете, что Китай не новичок в этой теме. Ну и, естественно, у нас китайский проект какой-то запускается. Ну и партнер IEVC, компания Leonis Capital в Сан-Франциско подчеркнула, что лишь немногие компании могут поддерживать свою собственную модель большого языка LLM, учитывая, что она довольно капиталоемка. Ну и прогресс в Соединенных Штатах в экосистеме искусственного интеллекта, особенно генеративного. У нас искусственные интеллекты отражаются в объеме инвестиций в зарегистрированных стране. Ну и CB Insight в 2023 году финансирование составило 42,5 миллиарда долларов. Ну и для того, чтобы Китай изменить ситуацию с искусственным интеллектом, ему необходимо устранить этот дефицит финансирования. Ну то есть, опять же таки, включать на полную катушку печатный станок, как это делает США. Далее у нас получается, что Ripple предпочитает низкую цену XRP для платежей и говорит, что это бессмысленно. Это сказал у нас технический директор Дэвид Шварц. И по сути он говорит, что, скажем на минуту, что ставка цифрового актива, который вознаграждает валидаторов, использующих Proof of Stake, считается ценной бумагой. Ну и существует правило относительно того, кто может покупать ценные бумаги на законных основаниях, а в некоторых случаях они ограничиваются аккредитованными инвесторами. Ну и по сути, конечно же, он высказал свое мнение о проверке, утверждении о том, что предпочитал Ripple якобы видеть низкую цену для своих платежных приложений. Но, как вы понимаете, чем выше цена, да, и чем меньше людей, тем выше ставка по стейкингу. Но чем больше людей, тем ниже ставка. И чем ниже цена, тем ниже ставка. Поэтому, но прикол-то в чем, что когда цена растет, наоборот, идет больше людей. Поэтому самое забавное, что действительно не получится, что рыбку съесть и на елку залезть. Поэтому, ну, как вы понимаете, тут все это взаимосвязано и все имеет место быть. Далее у нас ориночный аналитик говорит, что XRP вырастет на 60% до доллара за 9 дней. Ну, это у нас от ILEA какой-то говорит, что резко вырастет после бычьего импульса и может повторить 2021 год. Ну, еще потенциально Pump 60%. Ну, это не те копейки, ради которых я пришел. Я прихожу ради там 500, а то и 1000% профита. То есть это 5-10 XO минимум. А 60% ну это просто детский лепет. Понимаете, это отскоки можно было на медвежке зарабатывать, но никак не на бычке. Годовая доходность XRP происходит в приложении глобальных банковских сберегательных счетов. Далее роль Ripple в низкой производительности XRP. Подробный анализ проводят. Ну и, по сути, вы понимаете, некоторые мысли о низких настроениях. И по поводу того, что не в восторге, говорит чувак, от чего мы находимся. Вот, но логически следует рассмотреть несколько вариантов. Один из них отрицательный путь, другой положительный. Ну, как бы, капитан очевидность. Да, третий, это получается, будем идти вправо однозначно. Сек говорит, что из All Head. То есть он, говорит, размышляет о битве Coinbase против Сек. Ну и Альдеротти у нас раскритиковал позицию. Ну и сказал, что вот решение суда 27 марта было в пользу регулятора. Ну и перейти к полному разбирательству. Ну и на данном этапе, говорит, надо перечитать им решение, принятое в среду. И теперь самое сложное собрать доказательства. И моя ставка Сек полностью занята. И, типа, никакого скота. Вот так он сказал, раунд, да, что называется. Технический директор Apple у нас говорит критикам, что XRP Ledger соответствует критериям блокчейна. Ну, то есть, опять же таки, далее идут опровержения. Архитектор у нас XRP Ledger, Дэвид Шварц, развенчивает заблуждение о цене XRP. И далее вот у нас полмиллиарда XRP будет разблокировано через условное депонирование. Это 306,5 миллионов долларов. Ну, по сути, на эти разлоки похер. Я уже за это неоднократно говорил. Поэтому те, кто там парится на этот счет, можете расслабиться и запить водой. Вот. По поводу XRP Hellscare. Конечно же, как только цена полетела, у меня начали за него спрашивать. А что ты думаешь? А что? А что? А что? Ну, конечно, что же ты думаешь, Саня? Ну, да нихуя я не думаю. Просто дальше холдить. То есть, естественно, как только монета полетела, все начали за эту монету спрашивать. Совпадение? Ну, конечно же, совпадение. Естественно. Вот. Поэтому я уже рассказывал за это неоднократно, что, ну, сидеть и выцеживать, да. То есть, полгода у вас было время. Ну, окей, с того момента, как я начал советовать, у вас было время примерно, ну, месяца 3, так точно. Да, ну, то есть, в худшем случае месяц. Если вы не успели закупиться, не пиздите, вы, скорее всего, не хотели. И считали, что это скам монета. А как только она подлетела на TX почти, то вам резко захотелось ее купить. Поэтому не обманывайте, ну, как бы сами себя, в первую очередь. По поводу доминации того же XRP. Ну, я рекомендую холдить. То есть, я жду от данной монеты минимум 10x. То есть, 10x по данной монете это примерно будет где-то около 10 центов, да. То есть, получается, мы стоили, нет, даже 2 цента. Ну, то есть, 20 центов нам надо сходить. И тогда уже можно думать о фиксации. Ну, а раньше этих отметок, ну, это вообще просто смешно. Далее у нас, получается, XRP немножко снизился. Может, он пробьет эту трендовую. Но, опять же таки, имейте в виду, что я особо на это не рассчитывал. Что мы прям сильно укатаемся, да. Потому что большинство сидят этого и ждут. Просто молятся, что вот сейчас там будет дамп. И все, мы там упадем на отметки лета-осени. А то и там вообще чуть ли не на март 2020 года. Но это все бред на данном этапе. Поэтому имейте в виду, что в долгосрочной перспективе расти все будет. И XRP со Stellar стреляют. Самые последние графики у них одинаковые. По поводу XRP Hellscare покупать уже поздно. Но вы можете наблюдать смело за ростом. Я говорил, что потом будут зеленые палки. И хер вам дадут зайти. Всем удачи и всем пока.